Винцент Ван Гог Винцент Ван Гог провел целый год И вышел оттуда В конце весны 1890 года Чтобы прожить Увы совсем недолго Он переехал в Овер Под окрестности города Овер Под крыло под эгиду своего брата Тео Ван Гога Вместе с которым они планировали Реформировать область изящных искусств Стать не только Успешным художником Планировал стать Ван Гог Но и Тео Ван Гог планировал стать Успешным арт-дилером Они должны были реформировать Всю систему И, собственно, области изящных искусств И области художественного бизнеса Но, увы, ни тому, ни другому Воплотить эти планы в жизни удалось И эта наполненная жаждой жизни Картина тому весьма мрачное подтверждение Хотя, конечно, по ней этого не скажешь Вещь наполнена свежестью Такой дымкой влажной Которая оставляет дождь Что проходит как раз В, скажем, начале лета Яркая зелень Тени В которых особенно Чутко художник улавливает То, как они ведут себя В влажной атмосфере Да, вот эти несколько мазков Буквально создают образ Трепещущей, движущейся Неторопливо повозки Отражающейся в грунтовой дороге Вещь, тем не менее Создана и предшествует Весьма печальным и трагическим обстоятельствам Собственно, уже в следующем месяце В июле 1890 года Винсента Ван Гога Накрывает новый приступ душевной болезни И он в смятении Оставляет работу В этих самых полях Неподалеку от Авера Бросает свою последнюю картину Незаконченной И, вооружившись Небольшим таким самострелом-револьвером Смертельно ранит себя И умирает от потери крови В достаточно скором времени Не успел уйти из жизни Один брат Как смерть отнимает Жизнь у его брата Тео И, собственно, Наследницей всех произведений Ван Гога Становится Дова Тео Ван Гога Редактор субтитров А.Семкин